Заканчиваем неделю, потому что неделя у нас начинается после шаббата. Она начинается первый день, и заканчивается неделя перед шаббатом. А шаббат – это суббота, остановка. В общем, шаббат – слово переводится остановка. Многие не понимают, как переводится слово шаббат, да? Вы говорите, шаббат – это тот же корень, например, слова «ля шевет» – «сидеть». Когда человек сидит, он «йошек». А шаббат – это вот прям похоже к этому, да? Когда человек останавливается, есть еще такое слово «швета». Швета – забастовка, например, да? Это когда останавливается работа. Шаббат – швета, ля шевет и остановка. Шаббат – это была остановка от всей работы, которой Бог занимался при сотворении мира. То есть, получается, было шесть как бы, шесть этапов, шесть дней разворачивался мир. Он так разворачивался, разворачивался, разворачивался. Всевышний добавлял что-то. Знаете, как такой программист? Добавлял, добавлял, добавлял. И потом на седьмой этап – все, сотворение закончилось. Все, что должно было быть сотворено, сотворено. Первый шаббат. И есть, которые мудрецы, которые говорят, что первый шаббат – это когда был уже человек. Человек был в том виде, в котором вот Адам решен, да? Тот человек, с которым Бог мог взаимодействовать и общаться. Адам решен, первый человек. Он был сотворен в конце шестого дня. И уже когда было все мироздание сотворено, поэтому написано, когда в Торе Бог сказал, мы осей, да, Адам, сделаем человека, что он обратился уже ко всему своему творению, да? То есть он вначале создал, сотворил всю систему, как знаете? Вот прямо сотворил вначале всю систему, а потом вместе с системой, в вишенка на торте такая, оп, человек, первый человек, Адам решен, да? Первый человек, Адам. Дальше еще вот было как раз вот этот вот конец шестого дня, конец шестого этапа, можно сказать, потому что мне больше всего нравится объяснение. Да, Тадо Вейзарь, есть такой профессор, всеверноизвестный, физик, астрономия, там вот он такой очень известный в мире профессор по происхождению Вселенной, именно как наука описывает этот процесс. И при этом он равен такой, да, он ученый, и он говорит, что если взять день первый, это этап первый, когда, как ученые говорят наука, появлялась энергия, зарождалась энергия, тогда этот первый день, он длится 5 миллиардов лет, по мнению науки. Но когда в туре написано, и был вечер, и было утро, день Ихад, день первый, день один даже там написано, день один он был всего один, то не было тогда еще ни звезд, ни планет, ничего не было. Поэтому сказать, что это день в нашем понимании, в любом случае нельзя, это нелогично, потому что не было дня как такового, не было еще планет, да, а день наш 24 часа, он меряется только за счет движения звезд, планетам и так далее. И так как этого ничего не было до четвертого дня, еще не было сформировано, понятное дело, что день один, когда он был. А почему тогда вы спросите, написано, и был вечер, и было утро, например, может возникнуть этот вопрос. Потому что, и был вечер, и было утро, это на русском написано. А в туре, вот в оригинале, написано, мои эрф, и был эрф. Эрф это от слова лярбэф, корень такой есть, лярф, лярбэф, да, это смешивать. Смешивать или мэуррав, например, да, вот ты приходишь, например, заказываешь шварму, и говоришь, мне наполните мэуррав, смешанное. Слово эрф на айврите, это смешанное, а ботер, это разделенное, ясное. И когда говорится в туре, на айврите, да, на языке, на котором создавался мир, это язык как программирование. В оригинале эрф, и был эрф, было смешанное, и стало ясно, стало ботер, день один. Значит, вот в этом первом, как бы, этапе из хаоса, потому что вся материя, в принципе, это хаос без какой-то направляющей силы Всевышнего. Потому что, почему атомы вдруг, они начали там летать, вот именно так, как они начали летать, да, они же хотят энтропия, они хотят разлетаться, а какая-то сель их держит. Почему в Солнечной системе не разлетаются планеты, да? Да, пускай улетают, есть там Солнце, есть 10 планет, нет. Есть сила, которая это все держит, и это законы. Ученые говорят, так это же законы держат. Они просто увидели, что есть законы. А кто законы держит? Кто эти законы создал? Почему эти законы именно вот такие? И это именно вот творец мироздания. Было вначале все хаос, потом стало, как вначале написано, да? Бережит Бараб, вначале сотворил Элладим, это Шамаем. Это Шамаем, это небесные сферы, все, что к ним относится. Ве это арец. И земля, все, что к ней относится. Ве арец, а это тоу вавоу. И земля была, тоу вавоу, это земля была хаосом. Ве руах Элладим, и дух Всесильного, Ве рахефец от Аль-Ней-Део. И дух Всесильного, он трепетал над поверхностью бездны. То есть вот в этом языком людей. Маша Рабену обращался 3325 лет назад, когда получал Тору, в поколение, которое было рабами в Эдикте. В то время, как он мог передать, что вот эти все процессы, процессы мироздания, как он мог все это передать? Не знаю, только вот этими словами трепетал над поверхностью бездны. Но по факту, каждое это слово, оно в математике, как бы в его математическом строении, оно показывает, вот сегодня это понятно нашими терминами очень хорошо. И Натана Глезер, есть такая книга, всем советую прочитать, на русском она тоже, на английском, он на 20 языках. Называется она «Вначале». И он вот берет первую, вот первую главу, как Торы, да, «Вначале Бог смотрелся на Землю», и берет все современные исследования астрофизики, там, физики, квантовой физики и так далее, и показывает, как оно прямо вписывается идеально, вот эти слова Торы, прямо идеально вписывается, шесть этапов, о которых говорит наука. Они называют это эволюцией, да, но это как раз, эволюция, она не случайна. Мне говорят, ну, случайно так было, что вот началось все с энергии, потом энергия превратилась в материю, потом материя как-то стала водой, потом водя как-то зародилась жизнь, потом эта жизнь, она развивалась. А в Торе написано, что Бог сотворял шесть этапов, и прямо написано вот эти шесть этапов, по которым, как ученые говорят, развивалась эволюция. Но, вот тут интересно, если 3325 лет назад, когда была Дрована Тора, да, Ваше Робену не знал теорию эволюции, никак не знал. А весь мир в то время верил, что боги сотворили землю вот так вот просто, взяли сотворили какие-то боги, как-то они все это перемешали. А в Торе есть вот эти вот шесть дней творения, и потом шаббат. Причем идет от материи, от энергии, потом материя, потом все уплотняется, потом Всевышний сотворил землю, потом Всевышний сотворил семена, растения, потом сотворил морских животных, больших, да, потом эти были из морских животных, потом были птицы, потом были млекопитающие, и в конце человек. На шестой день, к концу дня был человек, а потом вот этот вот первый человек, которого бог сотворил, в него зашел змей. Вот там эта история со змеем, и сейчас очень понятно тоже, что в Фаиде есть рептильный мозг, внутри человека есть тоже рептилия, змей. Есть человек внутри животных, это лимбическая система мостных питающих. Есть, видите, вот эта вот надстройка неокортекс, в которой есть речевые центры, восприятие мира, духовность, мечты, ну и так далее. То есть, как бы мозг именно вот так и устроен тоже три тоже. Хорошо, мы изучаем, как нам стать праведниками, как нам во всей этой сложной конструкции создать то, что называется на современном психологическом языке, лучшую версию себя. Но вот эта вот лучшая версия себя, обычно люди, которые предлагают, а давайте создадим лучшую версию себя, то они выдумывают, что значит лучшая версия себя. То есть, у них есть у каждого какая-то теория, что это по лучшей версии себя. И они, значит, в эту теорию, как бы, вовлекают других людей. Потому что по теории, там, борцов с умом, лучшая версия себя, это я плюс 100 килограмм. По теории, в блатных этих самых уголовных понятий, да, лучшая версия себя, это весь на колках. И украл, выпил в тюрьму, и значит, чтобы было много, много хороших наркотиков, да, например. Я не знаю, как где у них уголовных понятий, лучшая версия себя, но тоже есть. То есть, как говорится, каждый выдумщик, он рассказывает свои истории. А мы изучаем то, что Бог через Машерабейну, пророк Моисей, передал всему имбрийскому народу. Сорок лет повторяли это, учили, то есть, сорок лет был тренинг в пустыне, тренинг личностного роста. Вы не хотите записаться на сорок лет на тренинг личностного роста? А что там будет? Питание в молодом, значит. А что это мат? Каждый день с него будет спускаться еда на один день, такая, как духовная еда. А зачем? Потому что, чтобы запомнить, простое правило, даст Бог день, даст Бог пищи. Не надо волноваться о завтрашнем дне, потому что Всевышний управляет миром. Классное упражнение. И далее, значит, сорок лет был тренинг личностного роста, где передавали каждую букву, каждое слово, каждое понятие, чтобы все это запомнить. И потом, знаете, когда человек приезжает с тренинга личностного роста, с обычного, все, я буду тренироваться, я буду заниматься, я буду здоровым, я буду, я буду все, значит, все у меня будет. Потом попадает в ту же среду, в конец, которая вышла. Друзья ему говорят, ну что, когда ты уже обломаешься, ну когда ты уже нормально всталишь, давай выпьем, буханел нормально, вот посмотри сериальчик, вот что тебе, это все учеба, развитие, зачем тебе все это? И они тоже сломались, то есть они, когда подошли к обычной земле, вместо того, чтобы все это дальше продолжать соблюдать, они, причем Башарабей, ну когда он перед заходом в землю Израиля, он им так и сказал, перед часами займете в землю прекрасно, которую Бог дал вам, землю текущую молоком и мёном. И значит, все вы в этот момент скажете, кухи, лоцем еди, сила моя и сила руки моей дали мне все это, какой Бог, есть только я. И все вы забудете, и опять придется вам исправляться, вот мы уже 3325 лет, пытаемся исправиться, мы уже близко, уже почти исправились, смотрите, этим, во всяком случае, все, кто на уроках Вайкраф, все праведники уже почти, если, конечно, небольшое, вправление может быть, но, как говорил царь Славон, нету праведника, который бы не согрешил, чуть-чуть хотя бы, да, вот Демир, как змея попал в сад, значит, мы же понимаем, что это все от Всевышнего, то есть Всевышний, он создал систему, это был тренажер, змея, это был тренажер от Всевышнего, которым он этим тренажером хотел человеку дать возможность потренироваться, победить, вот это искушение, назовем это так, да, это искушение, которое, потом этот змея, живет в каждом из нас, то есть змея, это был тренажер, чтобы сделать тренировочку и уже попасть на вечность в следующий гейм-обер, значит, все было задумано на один этап, а человек это, знаете, как цари были раньше, знаете, когда были цари, и были такие цари, которые переодевались в простого человека, и они, значит, ходили по городу, притворялись простым человеком, служили и так далее, зачем они это делали, ну, им скучно было быть царем просто, да, они хотели помыть, а что про меня говорят, а вот, а как простые люди живут там, как бы, разными были тречили, но Бог, царь царей, он сделал такую для себя, как бы, да, для себя такую игру, он говорит, а вот что будет, если я стану человеком и забуду, что я Всевышний, да, то есть, человек же это проявление Бога, полное проявление Бога, то есть, в человеке есть вот эта вот божественная функция, и он себе создал такую игру, поэтому очень большой люфт, очень большие возможности свободы выбора у человека, как и у Бога, Бог творит свое здание, человек творит своей жизни, и он, как бы, человеком этого отдал свободную волю, то есть, он убрал себя, как бы, да, из вот такого вот пространства, где находится человек, он себя убрал, и, чтобы посмотреть, а что будет, если, это, знаете, как, вот, ну, очень далекое сравнение, но оно тоже есть, бывают такие люди, вот они, например, там, принимают, говорят, ценоденные препараты, да, ему говорят, смотри, ты, значит, у тебя контроль отключится, то есть, ты перестанешь себя же контролировать, и ты не знаешь, куда ты попадешь, то есть, у тебя будет какой-то опыт, который, никто не знает, каким он будет, человек говорит, дала мне твою хуяску, жахну, а зачем, ты же не знаешь, что с тобой будет, то есть, ты как-то потеряешь себя, в том виде, в котором ты есть, и давай попробуем, да, что это такое, зачем он это делает, я недавно видел в новостях, в каком-то этом центре, в Перу, где собирались вот такие вот, экстремисты, по потере себя, так, один такой экстремист, он потерял себя, увидел в другом экстремистке, увидел демона, да, ему так показалось, с его одурманином мозге, и он ее убил, просто ее убил, и все, по наркотикам, а потом, когда его попустят, его спросят, ну, что же ты сделал, тебе что, надо всю жизнь сидеть в тюрьме, одна вот женщина нормальная, какая она демона вообще, обычная женщина, какая она демона, это не я, скажет, это был не я, то есть, человек, как бы, это очень далекое сравнение, но Всевышний, он дал человеку, который по образу и подобию Бога, то есть, в котором есть, вот эта божественная внутри функция, дал возможность выбрать, соединиться, вернуться обратно, соединиться с Богом по своей воле, то есть, у него был выбор, делать, а как можно с Богом соединиться, а с Богом можно соединиться, очень просто, слушаешься Бога, с Ним соединяешься, Не слушаешься Бога, с Ним не соединяешься. Все. Как бы нет другого варианта соединиться со Всевышним, кроме как выполнять Его заповеди. А то, что Он говорит, не делает, не выполняет. То есть убрать ту часть себя, которая тебя разделяет со Всевышним. Если я полностью с Ним, значит я как Он. У меня нет с Ним никакого разделения. Если я где-то, я отдельно, он отдельно, значит это как раз вот это вот эго, которое виртуальное. Кто такой я? Кто такой я? Что это я? Я это набор историй о себе, набор каких-то идей о себе, набор каких-то, который этот набор идей о себе пытается управлять телом. А потом, например, не дай Бог, что-то там отключается у человека, и он такой, хочу руку поднять, а не поднимается. А как поднимается? Я хочу поднять, а она не поднимается. Я вот это вот хочу истории. Оно какое-то время с телом соединено, а потом дело отпадает. Остается только я. И вот это я, если оно было соединено с душой со Всевышним, оно уходит в вечность. А вот это я, если оно не было соединено с душой со Всевышним, оно уходит в никуда. Теперь вот эти все буддистские истории, они не работают, с моей точки зрения, да? А они говорят так, то есть ты как бы свое я убери, и что останется? Нирвана, ничего, исчезнешь. Так не работает, человек не хочет исчезнуть. Мне кажется, что нет смысла в такой игре, где игрок исчезает. Имеет смысл в том, что ты, продолжая жить в этом мире, занимаясь конкретной мирской деятельностью, жениться, создавать детей, это правило. То есть Всевышний, когда создавал мир, он прям сказал первому человеку правила игры. Второе это правило игры. Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Все. Заповедь. И можете сказать, не-не-не, секунду, я буду сейчас служить Всевышнему, иду, стану в анафр, не буду размножаться. Когда я вам. Кто тебе разрешал мне размножаться? Даже если тебе Всевышний дал очень повышенную святость, так передай детям своим, то есть размножься, воспитай детей. И значит попробуй остаться святым, если у тебя есть жена. Вот попробуй остаться святым. Конечно, легко сидеть и кайповать, медитировать, когда у тебя нет жены. А когда есть жена, и она тебе говорит, слышь, хватит сидеть-то, давай, иди поработай, иди, еду принеси детям, принеси еду. Тогда вот-вот в этой ситуации остаться святым, вот это уровень. А благостеребовать святым любой сможет. Там уже, ну, а как ты там согрешишь, никак. Вот, поэтому это было все такое предисловие. Теперь, так как мы с вами уже ваугли, да, как называются, украденные дети, то есть у нас запрограммированное эго, запрограммированное всяким мусором, который в рай не пускают. То интеллектуальную систему заполнить действительно то, что называется Тора. Тора это слова Всевышнего и Пророка. И заповедями, и добрыми делами. Только это пускают. Это та валюта, с которой можно пройти в рай. Хорошо, значит, мы 20 лайфхаков, как делать шву, как делать раскаяния, мы уже прошли. И сегодня мы выучим, изучим 4 самых главных препятствия, которые делают раскаяния невозможным. Запишите, пожалуйста. И этого делать нельзя ни в коем случае. Потому что это как бы, если так можно сказать, это фиксирует неправильную программу взаимоотношения с собой, с миром и с людьми. И если эта программа зафиксирована, то уже ты ее не сможешь откатить обратно. То есть это такой, знаете, такая, как вирус такой, да, который приходит к вам программист какой-то, да. Вы говорите, у меня компьютер, что там, он сбоит, вороты и все. Он говорит, вы знаете, у вас такой вирус, что уже нельзя ничего сделать. Все, уже компьютер на мусор. Вы говорите, почему? Вот у вас вирус такой. И вот эти вот 4 штуки, 4 препятствия, 24, это в принципе препятствия, это из них 4, которые нельзя убрать. И 20, которые можно убрать. Итак, первое, которое великие преступления и совершающему одно из них, Всевышний не помогает прийти к раскаянию. Вот эти преступления. Первое, соблазнять многих к греху, а также препятствовать многим исполнять заповеди. То есть если человек, например, соблазняет многих к греху, приведу пример. Был такой в Израиле человек, звали его Ераван. После того, как умер царь Салмон, умер или говорят, что он ушел в Тристово. Есть две версии. Есть версия, что он умер, а есть версия, что он просто сказал, что хватит и удавился и жил дальше простой жизнью еще 40 лет. Но после него стал царем его сын Рехаван. И этот Рехаван, который стал его сыном, который стал царем после него, к нему пришли главы колен. В Израиле 12 было колен, 12 родов. И сказали, что, вы знаете, уважаемый Рехаван, Павел Павлович построил первый Иерусалимский кран. Значит, в Иерусалим приезжали люди со всего мира восхищаться божественной мудростью. Это было место паломничества со всего мира. И действительно все это было важно. И мы на все это давали большие налоги, чтобы все участвовали. Вот это тоже очень важная вещь. Все партнеры, друзья, спонсоры Вайкра во всей деятельности, которую мы делаем, есть ваш вклад, ваша доля. И пришли колена Израиля, главы колен. Говорят, мы во всем этом участвовали. Деньгами, работой. 30 тысяч человек строили первый Иерусалимский храм. И дворец царя Соломона, после как они закончили храм, они построили дворец, в который люди со всего мира приезжали. Туристы посмотреть, принести жертву, послушать божественную мудрость. Они говорят, ну сейчас-то уже строить и закончились. Царя Соломона нету. Вы, уважаемый Иерусалам, святой человек, но на папу не тянете. Давайте снизим налоги. Он, значит, говорит, мне надо посоветоваться. У него были советники его отца. И были советники его молодые ребята, которые такие, как он. Советники отца говорят, ну, они правы. Все, значит, зачем? Давай снижаем налоги, все, пусть радуются. Его молодые советники ему говорят, не покажи им, что ты круче, чем папа вообще был. Все, покажи, что ты царь. Он им говорит тогда, значит, так, говорит, я налоги не понижу, а повышу. И я вам покажу, что у меня, типа, силы больше, чем даже было у отца. Они говорят, извините, говорят, это ваша самодоединенная история. Значит, мы 10 колен отделяемся. А он был из колена Иуды. Было там колено левитов, которые служили в храме. Да, значит, было еще с ними остались, еще кто-то с ними остался. А 10 колен, это они организовали отдельное государство, называлось оно Израиль. А это была Иуда, потому что это была колена Иуды. Иерусалим, и храм было там. И они говорят, ну, хочешь воевать, будем воевать. Но тут, слава богу, он послушался своих советников. Советников отца, они сказали, воевать не надо. Гражданская война, это хуже всего. И, значит, он говорит, ладно, не хотите платить уже, ну, потерял, потерял, живите отдельно. И они поставили над собой царя, которого звали Еравам. Когда-то он был слуга или помощник, или рам даже у Шлома Мелыха. Как-то он провел неуважение к царю, убежал в Египет, жил в Египте. Потом, когда 10 колен отделились, они его почему-то сделали царем. И вот, значит, сделали от него царем, и у него дилемма. Значит, какая? Приближается, есть, в Торе есть три праздника, Шалош-Регалим, три главных праздника. Песах, это праздник исхода из Египта, когда вспоминают исход из Египта, едят Мацу, Пасхангра-Агада. То есть, это такой главный был праздник, когда нужно было приходить в храм, и приносили жертву Песах. Ну, то есть, это был такой день, когда обязательно нужно было прийти в храм. Второй праздник называется Шалот, День дарования Торы. Это через, на 50-й день после Песаха, когда вышли из Египта, была дарована Тора. Дальше праздник Суккот. Суккот, это семь дней жить в Шалошах. Осенний праздник, это когда приносили бекури, первые плоды приносили в храм. Это праздник, что вот завершение года, радость, все приходили в храм и жили при этом в Шалошах, чтобы вспомнить, что даст Бог день, даст Бог пищу, все от Всевышнего. И народ должен был идти в храм, а в храме было одно место для царя, и на этом месте сидел кто? Рихабам, царь, иуды, сын царя Шламов. И Еравам задумался, что ему делать. И вот тут как раз его подкосила его гордость, его гава, и он говорит так, в храм идти нельзя. Поставил двух идолов, золотых тельцов опять, да, которые были. Золотой тельц, это символ матерягого мира. Назначил сам священников, вместо линитов назначил каких-то тоже там людей. И говорит, все, запрещено идти в Иерусалим, все будут служить этим идам. Вот это вот тот, кто многих соблазнил как греху, и препятствовал многим исполнять заповеди. И то рассказывает книге по Кабаре, что Всевышний к нему пришел во сне, и ему говорит, Еравам говорит, рассказывайся, пока не поздно. Рассказься, то есть он еще это не реализовал, у него был только замысел. И Бог ему сказал, и тогда я, ты и Бен Давид, цель Давид, да, Бенышай, Бенышай это цель Давид, цель Дышая, будут, будет вместе в раю. То есть ты попадешь на самую высокую окрестную историю. Значит, Еравам спросил, так говорит, передание, то есть это передаются такие очень важные духовные и психологические процессы, которые есть в человеке. Еравам задал вопрос Богу во сне. Он ему говорит, кто первый пойдет. Я или Давид? Кто-то ему говорит, конечно, Давид, Давид Бенышай. Но он был, во-первых, до этого, а во-вторых, он сделал шуу такую, раскался, Давид прошел там невероятные испытания, ну вообще. Еравам сказал, нет, тогда я не согласен. И поставил эти кидалы, и все. И вот он соблазнял многих к греку, а также препятствием многим исполнять заповеди. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что это закрывает самому тот, кто это делал, путь к раскальне. Второе. Сбивать ближнего с доброго пути на дурной путь. Так вот, например, совращение выдало поклонство. И в индивидуальном плане тоже нельзя. То есть если кто-то думает, нет, ну я многих не сбиваю, новую религию не организовал, никаких выдало поклонства я не делаю. Ну там одного человека я какого-то совращу стать кришнаитом. Ничего страшного. А вдруг и кришнаиты там что-то знают. Я тогда так сделаю. Я сам буду религиозно, значит, буду соблюдать час, месяц, не дай бог, да, я пойду в кришнаиты и друзей пойду в кришнаиты. И все, значит, написано нельзя. Если кто сбивает ближнего на дурной путь, значит, с обращением этого поклонства, тому нельзя. Значит, узнаю этот мир. Я не помню продолжение истории, что стало с Яровавом, но как-то у него конец был не очень хороший. Третье. Видеть своего сына, впадающего в ересь, и не протестовать. Потому что сын подчиняется отцу, и если отец протестует, сын может отказаться от своего намерения. Получается, что не протестуя, отец переводит сына к преступлению. Таков же и тот, кто, имея возможность укорить нарушителей, не укоряет и не упрекает, но оставляет их в падении. У нас была первая, кто многих соблазняет в грех или запрещает многим соблюдать заповеди. Второе. Кто одного человека соблазняет вверх или не дает ему соблюдать заповеди. Третье. Тот, кто имеет возможность остановить, например, сына или того, на кого у вас есть влияние от нарушений, и не останавливает. И четвертое. Тот, кто говорит себе, я совершу преступление, а потом покаюсь. Или тот, кто говорит, совершу преступление, а йом-ти-пур и скупит. Каждому думающему так весьма трудно раскаяться. Он будет совершать преступление вечно, потому что думает, что раскаяться. Преступление в его глазах не имеет значения. То есть, вот это вот как раз закончим историей. Церковь крестьянской. Они взяли, в принципе, были же 300 лет. Первые крестьяне просто была секта такая. У них были отдельные синагоги. Одни, значит, ходили точно так же одеты спейсами. Первые крестьяне все были с филинами, шаббат соблюдали. Единственное, у них был значок этого их учителя, Иошуа, да, которому они этому значку поклонялись в тайне. Но они были частью еврейского народа, частью религиозного мира. Такая просто были хасиды. Хасиды и Иошуа, они себя называли, да. Вистове. И вот, значит, потом они отделились, организовалось. Они пошли в расширение очень сильное. Пошли они в Рим. Пошли в дети народа разные рассказывать им про Бога. Рассказывали, рассказывали. Дети народа говорят, мы хотим в Европе пройти. Мы хотим стать как вы. А израиль. Они говорят, ну давайте, значит, шаббат, обрезание, кашрут. Еще они были более строгие, чем обычные религиозные евреи, потому что их учитель Иошуа, он сказал, я пришел не отменить закон, я пришел его устрожить. Почитайте, если там. Я не читал, но вот эту первую фразу, я слышал, что она есть. Называется его Нагорная проповедь. Он говорит, я же устрожить пришел. И они еще строже все соблюдали. И приходят они к этим диким там римлянам, к этим диким каким-то, значит, германцам. Говорят, давайте, парни, шаббат, кашрут, бритмила. Те говорят, не, 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 вообще, вы что, это очень серьезное заявление. Мы не можем. Мы лучше вас сейчас убьем и съедим. И они очень сильно первокрестьян убивали. Потом кто-то из них умный был такой и, значит, креативный. Он говорит, слушайте, а давайте мы будем принимать, упростим заход, не будем обрезания делать, потому что действительно страшно и опасно, и операция. Не будем делать никакого обрезания, будем просто в воду окунать, брызгать даже, не в воду окунать, тоже не будем. Не везде есть миклы, родники, люди, это как бы будет препятствовать привлечению паствы. Значит, мы будем сейчас очень все упростим и будем сейчас прощать. И вот они максимально все упростили и повалил народ. Народ повалил, римляне повалили, мама императора повалила, император повалил, все гладиаторы повалили. Все, значит, стали вдруг верующими. Но они, как говорили, на входе, вот вы почитайте, если законы, как развивалось крестьянство, они на входе не заставляли делать обрезания. Но если дети рождались, то на восьмой день надо было делать обрезания. Но когда больше 51% акционеров в любой церкви, в любой общине становятся, которые только пришли, они уже начинают свои законы устанавливать. Так происходит в любой сирополе мира. То есть, чем больше есть какие-то люди, голосование, большинство, и решили, что обрезание на восьмой день не надо делать. И постепенно законы менялись, менялись, менялись. Был Нитейский собор, как я слышал, какой-то был очень знаковое изменение. Причем тех крестьян, которые шли по другой версии, их просто убили, просто их вырезали, которые были первые древние крестьяне, и они не согласились идти по этому пути. Всего из крестьянств 400 направлений, говорит Веттифедия. Я не читал все 400, поэтому я не буду вообще на эту тему больше говорить. Я хотел рассказать анекдот насчет Шувы. Самым ярким направлением крестьянства, католицизм, у них есть такое понятие, как индульгенция. То есть, они придумали такую идею на базе идеи Шувы Раскаяния, что можно купить искупление от грехов. То есть, можно купить даже заранее, еще ты не согрешил. Но ты идешь, даешь деньги, тебе дают индульгенцию, дают документик, и ты с этим документом спокойно грешишь. Это то, что мы сегодня выучили, что в этом случае человек не может потом раскаяться. Если, ну, смысл-то раскаиваешься, что ты действительно раскаиваешься, что ты согрешил, сожалеешь об этом, принимаешь на себя этого не делать. А если ты изначально знаешь, что ты будешь делать, это уже не раскаиваешься. И вот они продавали индульгенции, и, насколько я знаю, в этом, я сейчас расскажу просто анекдот смешной, они продают до сих пор. И вот приехал, значит, Рабинович, приехал в Рим, смотрит в Ватикане, экскурсия, смотрит, очередь стоит. Он говорит, зачем очередь? И он говорит, это индульгенция, покупаешь себе индульгенцию, искупление от греха заранее, то есть, можешь потом грешить. Он говорит, интересно, а зачем покупают эту индульгенцию? Ну, потому что, если ты грешишь, то ты попадешь в ад, в ад и будешь мучиться. И никто не хочет мучиться, ну, и муки в совести тоже могут быть потом. А так ты заранее купил индульгенцию, и ты уже грешишь и не мучаешься. И там не будешь мучиться, и здесь не будешь мучиться, так как ты уже не, как бы, не согрешил. Рабинович говорит, о, интересная схема, очень интересная схема. Сколько стоит индульгенция? Тысяча долларов за разврат, десять тысяч долларов за убийство, двадцать тысяч долларов за кражу. Он говорит, вообще, и такая очередь, все посчитал, стал в очередь. Значит, подходит к окошечку, сидит, католит такое. Говорит, ну, на что хотите купить индульгенцию? На какие грехи? Рабинович говорит, вы знаете, говорит, я хочу купить у вас ад. Я хочу просто купить ад. Он говорит, послушайте, здесь индульгенция, чтобы не попасть в ад. Рабинович говорит, у меня для вас хорошее предложение. Я хочу у вас купить ад за миллион долларов, чтобы ад был мой. Можете мне продать? Он говорит, надо спросить. Ну, идет к кардиналу, кардинал идет к папе. Все ли подумали, думают, ну, дурак какой-то ад. То есть, просто дурак. Хорошо, говорят, продаем вам ад за миллион долларов вечное пользование. Говорит, все, напишите документ, составили документ. Все, с печатью папы, кардиналом все подписались. Он дает им миллион долларов, они ему дают эту грамоту, смеются, думают. Ну, вообще, какой глупый Рабинович. На следующее утро приходит Рабинович со стульчиком, ставит стульчик возле окошечка этого. Стоит очередь уже покупать индульгенции. Он говорит, очередь не занимайте, говорит. Ад мой, вот у меня документ. Я в ад никого не пускаю. Все, в ад никого не пускаю, ад закрыт. Не знаю, что с ним буду делать, но видите, документ ад мой. Все. Люди такие, а как, а то? Он говорит, а вот документ. Все, что вы? Подпись папы, подпись кардиналов, ад закрыт. Так что можете индульгенцию не покупать. В ад никого не пускаю. Ну, люди подумали, посмеялись кто-то, значит. В общем, очередь рассосалась. Он каждый день приходит садиться, вообще никаких поступлений. В доложили папе, он его вызывает, говорит, мы хотим расторгнуть сделку. Он говорит, вы знаете, говорит, ну, за 10 миллионов, говорит, я даже думать не буду. Говорит, ну, а миллионов за 50, говорит, я вам, рай, брат, ад обратно продал. И вот он продал обратно им ад за 50 миллионов долларов. Вот, это когда додумывают, как устроена система. Мы сегодня знаем, что нельзя совращать многих. Нельзя совращать одного. Четвертое было грешить, зная, что, думая, что ты потом раскаешься и это искупишь. А третье, что у нас было, кто помнит. Если у тебя есть возможность остановить кого-то от греха, и ты не останавливал, это тоже проблема, которая потом мешает тебе. Хорошо, друзья, шаббат шалом. Всем удачи, успехов. Я с большим уважением отношусь ко всем религиям. Я абсолютно считаю, что человек, который верующий по-настоящему, искренне в Бога, Творца Мироздания, даже если он верит в Бога Творца Мироздания какими-то дополнительными девайсами, да, историями и так далее, если его вера искренняя, от всего сердца, он добрый, он соблюдает 10 заповедей, он не делает зла, и он просит у Всевышнего молитвы, чтобы Всевышний открыл ему правильный путь, я считаю, что Всевышний всех любит, и он каждому откроет лично его правильный путь, то есть я думаю, что главное стремиться к Богу, Творцу Мироздания, знать, что Бог добрый. Вот это самое главное, что его главное качество Всевышнего – это доброта, любовь, и если вот у вас есть вот это ощущение, то как уже вы к нему идете, это уже не так важно. Все, всем удачи, успехов, шабашов, Всевышний один для всех, абсолютно точно, шабашов.